Сегодня вопросов нет. Так человек, при чём основная мысль или проблема? Альтернатива. Суть не только в одинаковых роликах. Все ролики оральные, короче, ты знаешь, в чём суть роликов Pornhub. Ну подумать о том, что есть определенная альтернатива и почему, допустим, она вообще есть. И более того, серьезно задуматься о том, что, опять-таки, Я не говорю о том, что это негативно, подумать о каких-то других штуках и о том, что это правда может влиять. Потому что количество мужчин и женщин, которые зависят от просмотра порнографии, увеличивается. И это проблема, потому что ты с такой проблемой к психологу не пойдёшь. Ну окей, перевод смотреть порнофию и что. А таких студентов, на деле, больше, и это опять-таки влияет на самотруху тоже. Было бы проще, я была в этот момент, просто взяла или вменила всю порнографию. Нет, конечно. Я почему вообще эту тематику поняла? Потому что в России пытаются открыть порнгах, а это... Понимаете, в странах, где порнографию запрещают, очень много изнасилований. Ещё такая тематика, извините, автоп, но просто забыл сказать. В чём тоже плюс порнографии? Есть определённое общество педофилов до 18-ти лет и до 30-ти. То есть педофилы, которые понимают ещё с раннего возраста, что они стали педофилами, например, но они понимают, что они не могут изнасиловать ребёнка, не могут. И для них вот это выход. То есть смотреть в порнографии где-то 25-летняя девочка, женщина, которая похожа на девочку и занимается сексом, это одно. А переходить к действиям – это другое. Плюс в Америке по статистике 3% мужчины хотели бы заняться сексом с детьми и девочками такими. А по поводу того, если ты вобьёшь рейтинг просто просмотров мужчин, в топ-3 обычно teen-sex, то есть молодые девочки. Есть большой плюс, потому что это сдерживающий эффект. Я называю это тоже сдерживающим эффектом, потому что когда у вас длительные отношения с кем-либо. Ну, ребят, мы все люди. Это какой-то способ не изменять и так далее. Плюс в порнографии есть. Просто есть разница между тем, что ты 10 лет до 25 смотришь только порнографию, и эти ты больше не практикуешься, понимаешь, да? Почему-то на мне так. В этом минус. А в том, чтобы разбавить, сесть со своим партнером и посмотреть видяшку, что-то плохое. Всё. Да, да. Когда и зачем понадобилось табуировать секс? Что-что? Когда и зачем понадобилось табуировать секс? Ну, вообще, это интересно, потому что это цикличный процесс. Табуировать секс начали ещё... Боже мой. Понятное дело, что это всё было связано всегда с религиями, да? И вспышки табуирования секса связаны с религиозными вспышками также. Таким способом легче было контролировать, во-первых, было легче контролировать. Более того, таким способом ликвидировались некоторые проблемы с религическими заболеваниями, которые приводили к смертям. Ну, вообще, вот такой абсолютный табу снято в западном обществе только с конца Фрейда. У меня, кстати, есть чистый момент, нет? Да, давай. Табуирование секса достаточно массовое, прослеживается практически во всех мировых культурах, начиная с аналитической революции. С перехода к осёдлому образу жизни. В чём суть? Пока вы живёте кочевым клеменем, у вас нет недвижимости и никакой проблемы, связанной с ней нет. Как только вы приходите к осёдлому образу жизни, у вас есть недвижимость, у вас есть земля, которую вы собираетесь передать своим наследникам. И в этот момент вам важно, чтобы наследники были ваши. И вы начинаете табуировать секс и табуировать всё, что связано с изменой, с свободным допуском к своей женщине и так далее. Табуирование всё было связано именно с женщиной больше, да? Потому что всё-таки важно, чтобы именно у неё... То есть отродить свою женщину от других... От других носителей... От других генов. Да. И социальные табу начинаются с аналитической революции. Есть ряд гипотест, их сложно пока подтвердить. Это история странной науки, связанная с тем, что до перехода к аналитическому устрою, человечество было намного более полигамное. Потому что не было проблем, не было необходимости в Мальдер-Манагаме. У вас было племя, у вас было 150 человек, у вас были дети. Они туда-сюда бегают, вы всех воспитаете. Вам всех надо воспитать, всех надо проходить. Биологически это естественный полигария. Конечно. Давайте проведём небольшое социальное исследование. Кто никогда не врёт? Что? Неплохо. Я хочу, чтобы подняли руку. Нет? Нет? Таких нет. То есть всем можно врать. Кто никогда не смотрел порнографию? Я сейчас подому руку можно. Хорошо. Кто смотрел порнографию? Если кто-то не поднял руку, возможно, нам нужны звуковые имплантанты с первой лекции. Хорошо. Всё, вопросы ещё есть? Пару есть. Есть. А я как бы татьяну. Мы хотим подтвердить вот эту вот статистику. Вопрос, кстати, все же знают, что женщины не воспринимают визуальные... Ну то есть они порнографию не смотрят, потому что они... Что? Что? Вот именно в этом была суть одного опыта. Кто такой оценок? А если меня интересует... А если меня интересует... У них только одного опыта, как лица, величество манжиков и женщин, которые смотрят. Это очевидно. Конечно же, мужчин смотрят больше. Это понятно. Или по крайней части. Пожалуйста, ну ты посмотри сюда. Но их уже тут больше даже. Подожди, тут нет никаких абсолютных цифр. 5% от чего? От процентов от общего? От пользователей сайта. От пользователей сайта именно мужчин. То есть от мужчин. То есть категория вот этого возраста 5% больше, чем категория мужчин, которые этого же возраста смотрят. А, больше женщин, чем... Да! Вот именно этого возраста смотрят. Да ну! Эта волна только растет. Эти девочки подрастут и не перестанут смотреть. Ты хочешь сказать, вот в каждой категории их примерно разница всего пару процентов? Это же... Понимаешь? Вот это же... Это же кто за стереотипизация? А столько человек? Да! Серьезно? Еще раз, опять же, биологически, то об этом везде написано, что их просто не возбуждает призывание. Это можно объяснить. Что? Что? То есть я когда смотрю на мужика, я такая, ой, мне важна его душа. Мне важно, как он забьет мой стерк! Нет! А вообще, как и вы! На стереотипеду, как он стал! Да! 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 Это важно! Это не страшенько! Я не страшенько! Я просто говорю правду! Просто сказки как воль! Это просто стереотипед людей! Ну то есть да! Закончится просто тест, который вы начали... Просто как бы понимаешь, что тут уже такая тушатая девушка, девушка не склонна... У нас хороши церковь поцарк! Девушка не сменна говорить в открыту о том, что они пялятся! Выбор! Знаешь, как это правда не склонны? Ну правда, ну просто как бы, ну поверение это делают все! Да! Да! В смысле, не дедушка! То есть, на самом деле, ты, может быть, поговори со знакомыми, поверь мне, ты узнаешь много чего нового! Опять же, сколько там может быть знакомых? Ну десяток, ну пару, что-то десяток! Да, они работают! Но! Хотя чаще у тебя нет больше друзей! Просто посмотри! Ты даже слышишь про реакцию! Да, это женские части! Ты даже слышишь? На самом деле, а может, они на каких-то чему? Девуши, на самом деле, много! Просто об этом не говорят! То есть, это то, кто к чему привык! Мужики тоже об этом не особо рассказывают! Серьезно? Ну ладно, нет! А у нас клуб по интересам мы! Да, да, да! Да, да! Про негативную сторону порно и опять для мужчин! В 2013 году были еще новые исследования, которые показали, что для тех, кто начинает смотреть порно в возрасте до 14 лет, для мужчин! Оно еще и резко уменьшает силу воли! И способность концентрации, способность удерживать внимание! Ну вот я поэтому думаю, что когда начинается табуирование планет до 18 лет, в этом есть определенный смысл, да? Чтобы все-таки дети не смотрели порнографию, потому что есть определенный возраст! Да, я этого не знала, спасибо большое за это! Да! Про нефти хочешь? Как это используют в бизнесе? Как это используют в бизнесе? Нет! Просто мне вот интересно, какой смысл в голове? Табу! на изобразительное искусство во время викторианской эпохи, когда а, вот, закончилась умомная чума и прокурсетки больше ее не разносили, б, закончилась инквизиция, вот в чем дело! Просто викторианская эпоха сама собой, кто видел изобразительное искусство из викторианской эпохи, она сама собой является неким обманом порнографии. Зачем было бы щужать подвижность? Во-первых, смотри, была идеология, да? То есть да, с деревней Рима, все-таки, было чуть-чуть другое отношение. Все-таки, согласитесь, когда ты видишь в столовой подобные вещи, у тебя меняется отношение к культуре. Более того, в этом-то и суть викторианская эпоха, что она чувствовала, что такие тенденции начинаются, начинаются, начинаются тенденции по открытию сексуальных историй, и поэтому начинаются эти эпохуирования еще более жесткие. Но это ни с чем не стало. Первое дело, что это не меняло восприятие искусства, и все-таки по искусству сложно, потому что были какие-то идеологии, которые наслаждались. Но опять-таки, я думаю, что в каком-то моменте просто был определенный шок от того, что они нашли, и не зная, как это отриграет общество, они доставили. Фопеи даже есть сейчас отдельный музей, где сложили все вот эти вот конкретно домашние утвари вот с такими вот хорошими частями. Это было честью, можно сказать, культуры целой эпохи. По этой причине, так как гейши в Японии, да, это древнегреческие гетеры, то есть как бы... Нет, нет, нет. Во-первых, гетеры и гейши мы сейчас вообще перейдем в очень тяжелые темы. Мы так реальны, да нет, серьезно. Вообще гейши очень длительная история, это совершенно не гетеры, и более того, гетеры и присутки тут. Я говорю, поисковик у меня очень стрёмно видел. И пока не для потомков историю. Я думаю, надо почистить свою историю. Я могу тебе потом рассказать, если хочешь, или пока длинно, но это на самом деле длинная тема, может, следующая лекция будет про разницы между гейши. Слушай, так после того, как ты это все изучила, как это повлияло на твою... Я 4 года это все изучала. Я культуролог, у меня эта тематика, которая меня волновала. Ну, эта тематика меня интересовала давно, потому что то, чему просто не говорю. Но я знала, что это на самом деле влияет на нас. Ну как это повлияло на твою жизнь? Или это просто как справочная информация ты об этом... Слушай, ну если ты хочешь услышать, как это повлияло на твою жизнь, то это очевидно. Какие варианты ответа вам, расскажи. Нет, я не занимаюсь сексом, я монашка. Слушай, ну вот, например, у тебя более свободно подходишь к выбору партнёрш, партнёра. Прощупать можно. Давай допустим этот раз вопрос, он совершенно личный. А можно вопрос? Ты как раз опубликовала свою специальность, поэтому у меня, пардон, будет очень занудный методологический вопрос, на которых рада меня очень интересует. В общем, в Европе порнография стадис – это часть синема стадис, которая в очередь является частью cultural studies. Достаточно много работ написано на эту тему. И, в общем, изучается порнография с точки зрения, не знаю, подсознатного Фрейд, Леотар и прочие ребята там вперёд. А как обстоят с этим, вообще с этой темой у нас в Украине? Это было проблемой. Это было проблемой. Люди с моей группой культурологов каждый раз сидели вот так вот просто. То есть как ты защищала работу, как ты писала курсовую? Ну, понимаете, в моей теме диплома я писала перформанс, где главный актёр мастурбировал на зрителя, а этот человек попросили убрать. Вот. Но у нас просто, ну, я не знаю, что-то не понравилось. Не знаю, ей под 60, и как-то не вкажешь, что-то не понравилось вообще. Вот. Я училась в Шевчанхо, и я знаю, что у нас к этому, ну, у нас вообще очень жёстко к этому отношения, но мы предпочитаем об этом не разговаривать. Но, естественно, что мне полезло, в некоторых предметах можно было. Но, допустим, не знаю, что мы реально к этому более лояльные отношения, и они к этому относятся как, ну, допустим, фалоцентризм обсуждать о первом курсе, это вполне нормальная вещь, которая сейчас типична в обществе. Ну, у нас в университете, ну, как бы, мы это темно поднимали в контексте феминизации и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть там, адюльтеры и подобное. У нас пока, ну, это просто момент, к которому мы ещё не готовы. То есть, ну, вообще говорить, у нас же это по сути уголовная ответственность, да, я делаю это. Просто сложно об этом говорить в открытую, поэтому, да, но вот мне было как раз интересна вот эта тематика, потому что у нас, ну, мало кто тут занимается. То есть пока курнстадис в Украине нет? Как? У нас калчера в стадис ещё не готовы. Это всё. Это всё. Телесность в искусстве постпостмодерна. Да, есть постпостмодерна просто. Всё? Нет. Понятно? Да. Сейчас я просто... Просто вот в чём, как бы, я не знаю, как сформулировать точный вопрос. Каким образом занимает ли культура культура джо-дивижена? Как-то отобразилась на современной Японии? Да. 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 Спасибо, понимаете, буквально об этом в социальных сетях. Потому что я реально понимаю, что люди, которые пишли, послушать про... Ну, и мне сейчас это не очень интересно. Ну да. Да? Да. Там был ещё какой-то вопрос, да? Да. Есть ли какие-то данные на влиянии, ну, понятно, в общем-то факт, более не я, а вот какие-то статистические данные подтверждающие это, о влиянии какого-то табуирования монографической тематики и секса на продуктивность работы? Продуктивность работы... Честно говоря, ну, мне кажется, как будто корреляция может выйти самостоятельно, но она не нужна. Но я знаю, что такие исследования делались, а конкретно делались в восточных странах, потому что там это более скотовый уровень. Если я не на эту статистику простыню брала, то да, она есть, и как раз её как бы и приводили в пример, что есть смысл в подобной разрядке положительное влияние. В исследовании простыню воли, да, есть, анализируется. Ну, да. Ну, то есть доступ к кабинету до порнографии на возрастание вонарочных... Да, это минус, потому что в порнографии очень мало презервативов. Ну, оно... Да, это негативно влияет. Особенно, потому что, ну, допустим... Да, доступность и взросла, значит... Да, взросла. Ну, то есть, поэтому социальная реклама на эту тематику возросла. Ну, просто намного проще, там, ребёнку реально зайти в интернет очень легко, и очень легко просмотреть порнографию. И более того, то есть, как бы, порнографию там же не берут, крупный балл, презерватив никто не показывает. То есть, как бы, и это есть последствия, да, не последствия. Поэтому вот социальные ролики, они стали активизированы. Ну, активизированы.